Иные вроде бы наши телеграм-каналы, судя по степени их готовности публиковать даже откровенную вражескую дезу, мало чем отличаются от рупоров спецпропаганды страны 404. Поскольку речь в данной статье пойдет о Турции, отношение которой в нашей стране, прямо скажем, неоднозначное, есть смысл сразу расставить основные точки над «и», чтобы не отвлекать аудиторию от основной темы данного видео. Итак, Турция нам не друг, но и не враг. Турция – это большое, суверенное государство со своими национальными интересами, которые далеко не всегда совпадают с российскими. Это естественно и нормально для отношения двух больших соседних держав. На данный момент исторического времени степень совпадения наших интересов существенно превышает меру их несовпадения, что создает весьма благоприятные условия для российско-турецкого сотрудничества. Геополитика, экономика, энергетика, туризм, военное взаимодействие – все это базовые сферы, которые и задают общий позитивный вектор нашему диалогу, который соответственно нам следует развивать и поддерживать, а не ставить ему палки в колеса. Именно с этих позиций мы и рассмотрим некоторые публикации отдельных телеграм-каналов, которые всячески наяривают в негативном смысле именно турецкую тему. Для начала отгадайте с одного раза, кто больше всех в этом мире заинтересован в том, чтобы Россия и Турция побили горшки, причем как можно больше и громче. Молодцы, точно в десятку. Ну конечно же это англоговорящие, а также их приспешники из страны 404. Для них это мечта номер один, уступающая по важности разве что мечте о сокрушении России, а заодно и той же Турции. Обе эти страны в их нынешнем виде не устраивают Запад от слова совсем. Но оказывается, что есть еще кое-кто, кто очень неровно дышит к российско-турецкому сотрудничеству и буквально из кожи вон лезет, чтобы его стало как можно меньше. Вот очередное тому подтверждение. Телеграм-канал «Военный осведомитель». Процитирую. «К слову, как раз сегодня появились подтверждения наличия у армии страны 404 кассетных 155-мм снарядов М483А1 производства турецкой МКЕ. Данные снаряды были переданы в страну 404 уважаемыми турецкими партнерами еще в конце 2022 года. Каждый снаряд содержит 64 суббоеприпасы двойного назначения М42 и 24 суббоеприпасы М46, которые выбрасываются из снаряда-носителя во время полета, а затем разлетаются по площади, детонируя при ударе». Во-первых, об упомянутой этими писателями зерновой сделке. Скажем прямо, надо быть или очень тупым, или наоборот очень себе на уме, чтобы пенять Россию за то, что она накануне второго тура президентских выборов в Турции не отменила зерновую сделку и не сделала тем самым роскошный подарок врагам Эрдогана и самой России. Причем России эта сделка выгодна тем, кто совсем недавно отличился крайне враждебными заявлениями в адрес России по откровенно вздорному и притянутому за уши поводу. Приведем пример того, что говорит противник Эрдогана на выборах. Кемаль Калыч-Дароглу. Это было 11 числа. Процитирую. «Дорогие друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом дипфейк и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу». Конец цитаты. И тут же возникает явно припасенный к этому случаю очередной рояль в кустах в виде вполне ожидаемой провокации с турецкими снарядами на вооружении страны 404. Перед вами полный текст и фото этого выхлопа. Скажите честно, вы видите здесь хотя бы одно неопровержимое подтверждение того, что эти снаряды действительно поставлены Турцией в эту страну и что это произошло именно в конце 2022 года, как это утверждают авторы данного вброса. Никаких ссылок на источники этой новости естественно нет, что само по себе является прямым указанием на ее фейковую природу. При наличии серьезных источников и документальных подтверждений все это непременно выкладывается в интернет, как самое убедительное свидетельство чудовищного коварства друга Раджепа. Но онная провокация, видимо, слишком мелковата для того, чтобы так стараться. Или готовилась наспех. Вот и обошлись мутным личиком якобы военного из страны 44 и некими турецкими снарядами, которые могли быть по такому случаю либо сфотографированы на какой-нибудь базе НАТО, либо даже завезены самими натовцами в эту страну для большей, так сказать, убедительности. Вот такая петрушка с единственной целью вбить клинья где только можно и как можно глубже, лишь бы нарушить отношения тех, кто так или иначе противостоит Западу, в том числе и в отношении России и Турции. Ровно тот же приемчик был недавно использован в отношении другой дружеской России страны, Сербии. Специально подброшенные теми же западными спецслужбами снаряды с сербской маркировкой. Добытые или купленные черт знает где и когда были проданы СМИ как прямое доказательство предательской роли Белграда в отношении России. Что тут сказать? Дешево и сердито. И самое главное, для организаторов таких экшенов думать не надо. Всегда один и тот же шаблон. Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг заявление британского агентства Reuters, которое опубликовало якобы информацию из секретного документа Пентагона о том, что Сербия взяла на себя обязательство отправлять оружие в страну 404 или уже сделала это. Всегда есть вероятность того, что каким-то волшебным образом на территории конфликта будет найдено какое-то оружие, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не соблюдают международные нормы, положение договора и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в страну 404 и все, что публикуется на эту тему, не соответствующие действительности домыслы, отметил Вучевич. Не будем сильно удивлены, если в ближайшее время на вооружении страны 404 точно таким же волшебным образом появятся иранские беспилотники, севернокорейские снаряды или китайские ракеты. Во всяком случае, по туркам в этом смысле бьют регулярно и вполне целенаправленно. Вот вам еще один недавний пример. Как тут не вспомнить фразу из незабываемого Ивана Васильевича «Ой, не верю, ой, халтура». Вы где-нибудь видите на этих снимках страну 404? Вот и я не вижу. А то, что вижу, называется банальным фотошопом. Коего вполне достаточно для того, чтобы привесить на бампер этой машинки куртейки с эмблемами военных из 404. Но даже с этим у них вышел косяк. На одном фото он и куртейки присутствует, а на другом, как видите, нет. Похоже, их там просто забыли пририсовать. Других подтверждений того, что эти РСЗО действительно состоят на вооружении армии страны 44. На этих картинках нет вообще никаких. Может быть, на РСЗО имеются какие-нибудь опознавательные знаки? Нет даже намека. Хотя это обязательный элемент обозначения любой военной техники. Может быть, они имеют номерные знаки военного образца? Не имеют. Вообще никаких. Но хоть какие-нибудь шальные солдатики из страны 44 возле них крутятся, увы, даже такого дохлого пруфа не видать. Такие стерильные фотки можно сделать в любой точке земного шара. Или на любой турецкой военной выставке, без малейшей приметы их отношения к стране 404. Кроме самого примитивного фотошопа. Между прочим, с момента этого вброса прошел уже месяц, но никаких новых пруфов на эту тему так и не появилось, что само по себе подтверждает, что это тупой фейк. В общем, здесь ровно такая же топорная работа, рассчитанная на самых легковерных пингвинов. Одного не могу понять. Эти телеграммных дел мастера действительно находятся на подхвате у забугорных фейкометчиков, или им просто очень хочется отличиться любой ценой. Или они искренне не понимают, что у Запада отлично поставлена служба дезинформации, которая как раз сейчас готова придумать все что угодно, чтобы навалить как можно больше дерьма на все, что не нравится нашим врагам. Как видите, вариантов много, но ни одного хорошего.